Аллах начинает создание своих творений. Он, тот, кто сотворил все свое творение, а потом воссоздаст, заново повторит. Аллах творец всего и вся. Аллах все сотворил, все создал и предопределил. Аллах сотворил небеса, землю. Аллах сотворил нас с вами. Аллах сотворил людей из оттынь, из глины. Аллах сотворил ангелов из нора, из света. Аллах сотворил джинов из нар, из огня. Нас с вами Аллах сотворил из глины Адама, как сказал Прок Мухаммад, все вы из Адама, от Адама, а его Аллах сотворил из глины. Глина, альма, ват-тураб, вода, земля. Махлют, вместе смешать, получается, атынь, получается, глина. Опять же, когда верующий человек берет омовение, он должен сам себе напоминать, из чего Аллах, Субхану Аталья, сотворил нас. Из этой воды. Что мы были. Аллах, Субхану Аталья, также из нас, когда мы берем омовение водой, или когда мы берем таяммум, землей. Аллах, Субхану Аталья, сотворил нас мин шейн тахир, из чистой вещи. И нас возвращает на основу, когда мы берем омовение, или водой вуду, или, если нет воды, таяммум, землей. Из Адама, алейсалям, Аллах, Субхану Аталья, сотворил с вами нашу маму, хавва, алейсалям. Аллах, Субхану Аталья, сотворил самовати вал ард фи ситтати аями, тумма става алаларш. Сотворил небеса и землю. За шесть дней, потом вознесся над аршем. Аллах, Субхану Аталья, сказал в этом аяте семь небес. И также также земель их семь. Однако между небесами есть табакат, есть слои, слои, а земля бесслойна. Нету слоев между семи, между этой землей, в этой земле между семи земель. Аллах, Субхану Аталья, сотворил семь небес. Аллах, Субхану Аталья, сотворил землю. За шесть дней. В другом аяте, Субхану Аталья, сказал если что-то Аллах захочет, Он скажет, будь, и оно сразу же будет. И вот оно. Ученые говорят, почему за шесть дней Аллах, Субхану Аталья, сотворил небеса и землю, хотя мог одним словом, будь, сотворить это, чтобы нам с вами пояснить, своим созданием, то, что в этой жизни есть умеренность. Все делается постепенно. Хотя Аллах, Субхану Аталья, мог бы одним словом создать это и сотворить это. Судный день, когда наступит, Субхану Аталья, сказал, Аллах, Субхану Аталья, заменит это все, уничтожит все эти земли, все эти небеса и землю. Хотя небеса, это более величие создание, чем люди. Аллах, Субхану Аталья, сказал, создание небес и земли, это более что-то величие, чем создание человека. А в Судный день Аллах, Субхану Аталья, уничтожит, заменит эти небеса на другие и заменит эту землю. И спросил яхуди, спросил один из иудеев, пророка Мухаммада, салаллаху алейху ассалям, яума тубаддалю ал-арду, гайра ал-арди, вассамават. Айна якуну нас. В тот день, когда Аллах, Субхану Аталья, уничтожит, заменит небеса и землю, где будут люди в этот день? Где будут находиться люди? На что пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, сказал, они будут в тене, но не на мосту, не на сырате. Что это за тень? Аллаху а'лам. Аллах, Субхану Аталья, сам лучше знает. Субхану Аталья. Аллах, Субхану Аталья, это Создатель, творит всего и вся. И Всевышний Аллах, Субхану Аталья, сказал, потом вы к Нему вернетесь. Потом вы к Нему все вернетесь. Здесь Аллах, Субхану Аталья, пояснил то, что Аллах, Субхану Аталья, нас с вами сотворил из небытия, а потом нас Аллах, Субхану Аталья, заново сотворит, заново нас повторит. Верующий человек в это верит, убежден в этом. Неверующий человек говорит, как Аллах, Субхану Аталья, может заново это восстановить? Как Аллах может, если, как говорили пророкам, когда мы умрем, превратимся в прах, и от нас останется только кость, неужто мы заново сможем воскреснуть? Аллах, Субхану Аталья, говорит, Аллах вас заново, так скажем, повторит, то есть повторит вас. Аллах, Субхану Аталья, заново вас сотворит, подобно тому, как сотворил вас впервые из небытия, и это еще легче. Если, например, даже, если что-то есть заново, это восстановить легче, чем что-то новое из небытия сделать. Машину ты чуть поцарапал, подкрасить легче ее, чем заново ее делать. Заново такую машину изобретать. Поэтому Аллах, Субхану Аталья, Создатель всего и вся, и потом вы вернетесь к Нему. Все до единого вернутся к Аллаху, Субхану Аталья, и верующие, и неверующие, и праведник, и лицемер. Все-все, и богатые, и бедные, и темнокожие, и белокожие, и люди, джинны, все вернутся к Аллаху, Субхану Аталья. Однако, не перестаем уставать говорить, Саид, именно счастливый человек, кто успел при жизни вернуться к Аллаху, Субхану Аталья, посредством поклонения одному, Субхану Аталья, не предавая ему сотоварищей. Аллаху, ладзи ябдаву л-халка, сумма ю'иди, сумма илайхи турджа'ун. Ва яума тякуму сса'ату юблису л-мужримун. И когда наступит судный день, грешники будут в отчаянии. Будут в отчаянии, все будут захотеть вернуться обратно, дабы поклоняться Аллаху, Субхану Аталья, дабы оставить грехи, дабы делать поклонение одному Аллаху, Субхану Аталья. Но не будет уже такой возможности. Это тот экзамен, который пересдать невозможно. Невозможно обратно вернуться. Поэтому верующие люди, которые, альхамду лиллях, которые верили Аллаху, Субхану Аталья, поклонялись Аллаху, Субхану Аталья, они будут радоваться. А в этот день, говорит Всевышний, грешники будут в отчаянии. Аллах, Субхану Аталья, говорит, то, что грешники будут кричать и говорить, если бы я взял бы путь посланника, если бы я не взял бы такого-то, такого-то человека, свои соратники, свои друзья. Поистине, он меня сбил с прямого пути после того, как Аллах мне указал на этот путь. И будет кусать свою руку от сожаления. Человек, когда о чем-то сожалеет, кусает палец, а тут будет полностью до плеча кусать свою руку от такого сильного сожаления. Поэтому верующие, которые вместе, братья, собирались на поклонение Аллаху, Субхану Аталья, они будут вместе и в раю. Друзья в судный день станут врагами друг к другу, кроме набожных, богобоязненных. Богобоязненно вместе будут в райских обителях вспоминать дни, когда они поклонялись Аллаху, Субхану Аталья. Брат будет говорить своему брату, «О, мой брат, знаешь ли ты, когда Аллах нас простил с тобой и вел нас в рай?» «Когда мы вместе с тобой еще в Дунья, вместе сидели на таком-то мероприятии, поминали Аллаха, Субхану Аталья. Аллах, Субхану Аталья, посмотрел на нас, простил нас и вел в рай». Всевышний Аллах, Субхану Аталья, говорит, из их компаньонов, из их сотоварищей не будет за них никто заступаться. То есть каждый будет бежать и говорить на все, на все. Аллах, спаси меня, спаси меня. Забудет друг друга вот эти грешники. И также их ошурокает тех, кого они возносили на уровень Иляха, на уровень Бога, на уровень Всевышнего Аллаха, Субхану Аталья, они не смогут за них наступиться. И они отвернутся от них. После этого Аллах, Субхану Аталья, сказал, «Ва яума тякуму ссаа, яума идин ятафарракун». И когда наступит день, судный день, яума идин ятафарракун. Они разделятся. То есть, ахлюль иману, ахлюль куфр. Верующие и неверующие разделятся. Первое, когда яуму-ль-джамма, Аллах назвал судный день, яуму-ль-джамма, день собрания. Са-ха ар-д лам ю'усаллаху алейха ка-д. То есть, Аллах соберет на одной земле, на той земле, когда никогда не ослушивались Аллаха, Субхану Аталья, всех вместе соберет. Это называется яуму-ль-джамма, яуму-ль-джамма, день собрания. Аллах соберет людей, джинов, неверующих, верующих, абрар, фуджар, праведников, грешников. Всех вместе соберет, Субхану Аталья. После того, как Аллах соберет их всех, для кого-то это будет последнее собрание, встреча с кем-то. Если есть люди, у кого-то родители были неверующие, дети верующие, или наоборот. Или какой-то друг, который в этой жизни вместе они чем-то занимались, один уверовал, другой не уверовал. Последнее собрание, все больше этого будет, фуркатун абадия, вечная разлука. Фуркатун абадия, вечная разлука. Ахлюль-джаннати фил-иллийин, ва ахлюль-куфри асфалю асфалин. Верующие, ахлюль-джанна, обитатели рая будут возвышены в раях, в раях, а неверующие, они будут унижены в аду. Кроме, как Аллах, subhanahu wa ta'ala, разрешит верующим, откроет окно, посмотреть на тех людей, которые наказываются в аду. Аллах, subhanahu wa ta'ala, сказал в Коране, Когда их лица направят в сторону обитателей ада, обитатели рая, увидят, какое там наказание, и в каком блаженстве они, и увидят, как они там наказываются, в этот момент скажут, Раббана, он наш Господь, не делай нас вместе с грешниками, не делай нас вместе, не забирай нас вместе из тех, которые грешат, которые притеснители. И это самое лучшее, уважаемые братья, из дуа, когда человек проходит мимо людей, которые грешат, мимо маджлиса, мимо собрания, где ослушивается Аллаху, subhanahu wa ta'ala, может быть, кто-то распивает алкоголь, он проходит мимо, или где-то совершается тот или иной грех, самое лучшее, что верующий в этот момент может сказать, Раббана, не делай нас вместе с этими грешниками. Здесь он понимает, какой подарок Аллах, subhanahu wa ta'ala, дал иман, то, что Аллах подарил человеку веру и прямой путь. И он должен крепко держаться за это и не потерять это. Потому что в руках Аллаха, как хочет, он их переворачивает и не знает, на чем человек покинет эту жизнь. И если человек был стойким на религии и просит у Аллаха, subhanahu wa ta'ala, дуа быть стойким, и чтобы он не был из числа грешников, из числа преступников, притеснителей, то также Аллах, subhanahu wa ta'ala, даст ему возможность даст ему стойкость в могиле. Аллах делает крепкое, стойкое слово верующих. La ilaha illallah сможет ответить когда придут к нему ангелы, спрашивают кто твой Господь, какая твоя религия, кто твой пророк. Легко сможет ответить, если был стойким в этой жизни, когда видел, когда грешили народы. Он говорил, из всего сердца не делай меня из числа их. Все принадлежит Аллаху, subhanahu wa ta'ala. Творение принадлежит Ему. Приказ, все, что в этой жизни происходит по велению Аллаху, subhanahu wa ta'ala, и по Его знаниям. И власть только принадлежит Аллаху, subhanahu wa ta'ala. После этого Аллах, subhanahu wa ta'ala, сказал, когда люди разделятся, верующие будут в раю, неверующие будут в аду, те, которые уверовали и делали благие дела, они будут в раузах. Рауза айюбустан, то есть в саду, в жанна. Также пророк Мухаммад, салаллаху алейхима салам, салаллаху алейхима салаллаху алейхима салаллаху алейхима салаллаху, и они будут в садах рая, юхбарун, радоваться, юзайянун, красивыми будут выглядеть, приукрашиваться, то есть приукрашенные перед Аллахом, субхану ва-та'аля. Аль-Хабр, тазьин, именно хабр, вот это слово Аллах, которое, субхану ва-та'аля, сказал, юхбарун, приукрашенные в радости, это из красоты. Когда пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, слышал, как Абу Муса, аль-Аш'ари, читал Коран, Абу Муса не заметил и повернулся к посланнику Аллах, салаллаху алейхи вассалям, сказал, я, Расул'а. Вот пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, если бы я знал, что ты слышишь мое чтение, я бы тебе еще красивее бы его прочитал. На что пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, утийта мизмара моей мазамири Али-Дауд, Аллах тебе дал такой голос, такое чтение, как подобно горну Аля Дауда, алейхи вассалям. И самое, от чего может быть радоваться человеку в раю, И это мы часто поминаем с вами. И верующий не устает это вспоминать один раз, пять раз, сто раз. Самое, чего может радоваться в раю это когда человек увидит лика Аллаха. Это самое великое. Это самое великое, когда он сможет увидеть. Аллах говорит в Коране Грешники не смогут увидеть Аллаха в судный день. В раю неверующие не смогут. Будет между ними хиджаб, будет занавес. И каждый раз, когда шайтан призывает брат, когда призываешься грешить, вспомни этот ая. Ведь это может быть тем, что Аллах повесит занавес и не сможешь увидеть лика Аллаха Субханава Тааля. В Аллахе, когда близкий человек папа, мама рассказывает о каком-то человеке Мухаммед, Зейд, Хаммед, такой-то, такой-то человек, он такой хороший, у него Ахляк такой хороший, он такой-такой нравственный, такой хороший человек, всегда в этот момент, что еще до того, как были телефоны, как был интернет, человек что хотел, кто же это такой, папа? Кто же это такой, твой друг, о котором ты всегда так прекрасно рассказываешь? Есть ли у тебя с ним фотографии? Или на сегодняшний день человек начинает в интернете его имя забивать? Как его написать, чтобы увидеть его лицо? Кто же это такой, о котором ты говоришь? А как, когда Аллах Субханава Тааля в Коране описывает нас с вами, какой он великий, какой он щедрый, какой он прощающий? Неужто в это время человек не скучает увидеть Аллаха Субханава Тааля? Хотя вот этот человек, какой бы он ни был хорошим, это махлюк, это создание, а какой творец Субханава Тааля? И когда человек увидит лик Аллаха его лицо засияет, будет красивее станет. Аллах Субханава Тааля говорит Лица будут светящимися, радующимися. От чего? От того, что увидит лик Аллаха Субханава Тааля. Их лица поменяются, станут еще красивее, сияющими. А все эти, которые мы здесь, даже когда в этой жизни видишь, к тебе отец заходит, иногда его лицо сияет. Мама приходит, она радуется, может быть, услышала там какую-то хорошую весть, увидела родственника, с ним посидела там, пообщалась, да? Увидишь, как и ты понимаешь, что что-то было прекрасное, то, что она видела, то, что он видел. И это все Ахбару Дуньяуи, это все новости этой жизни. А что уже говорить, о какой будет сияющий лица у человека в Джанна, когда увидит Аллаха Субханава Тааля? После этого Аллах Субханава Тааля сказал, что касательно тех, которые не уверовали в Аллаха и сочли знамения Аллаха ложными, обычно Кур'ан приходит, когда об одной категории говорит, после этого о других. Сказал Аллах Субханава Тааля об обитателе рая, после этого Аллах Субханава Тааля говорит об обитателе ада. Пускай Аллах всех нас убережит от этого. Аллах Субханава Тааля говорит, Те, которые не уверовали в Аллаха и сочли ложью знамения Аллаха, они будут в наказании, в вечном наказании. Человек захотел бы убежать от наказания, Аллах в Коране говорит, Человек скажет, куда мне убежать от наказания Аллаха? Аллах Субханава Тааля сказал, нет же, приведут их ко мне, к Аллаху Субханава Тааля. Куда бежать, когда Аллах Субханава Тааля призывает к себе? И отсюда мы понимаем из этих аятов мы понимаем в двух словах в общем, что такое религия? религия это уверовать в знамения в аяты Аллаха и делать дела. Поистине нету пользы от веры без дел и в делах без веры нету пользы. После этого уже им, братья, когда Аллах Субханава Тааля когда рассказал каком наслаждении будут верующие, и в каком наказании будут неверующие? После того, как Аллах Субханава Тааля пояснил, то что никто не может это творение сотворить, никто помимо Аллаха и никто не сможет помимо Аллаха умертвить также, никто помимо Аллаха и никто не сможет воскресить, никто помимо Аллаха Субханава Тааля и вместе собрать никто не сможет помимо Аллаха и разделить тоже никто не сможет помимо Аллаха наградить верующих за их деяния никто не сможет помимо Аллаха и наказать неверующих за их грехи, за их неверие никто помимо Аллаха После этого человек должен понимать Этого Аллаха мы должны с вами восхвалять Возвеличивать своими сердцами, братья После того, когда Аллах в Коране сказал Малый из рабов, кто благодарит Аллаха Аллах сам себя восхвалил в Коране И сказал Восхваляйте же Господа Аллаху Вечером и утром И Аллаху принадлежит восхваление В небесах и на земле В полуденное время И в дневное время Обычно улема говорит Когда В большинстве случаев, когда Аллах упоминает восхваление Связанное с временем, днем, ночью Это указание на молитву, на намаз На пять намазов Вечером Когда мы с вами просыпаемся утром Когда Аллах сам себя восхваляет в Коране Когда Аллах сам себя восхваляет в Коране Аллах Выводит из живого, мертвого, из мертвого, живого Аллах дает жизнь Аллах забирает жизнь Аллах оживляет почву после ее смерти И таким же образом вы выйдете Встанете из своих могил Верующий человек Если у него остается из фитры, из природы Самое, что он больше всего любит Слушать своим сердцем Восхваление Аллаха Восхваление Аллаха То есть нету более ничего Любимое для сердца верующего И слов Кроме как восхваление Аллаха Субхану ва Тааля Человек бывает сидит Когда кого-то говорят О ком-то говорят часами хорошо Когда слышит такие-то ахбары Такие-то новости Он радуется Эти сердца чем-то должны быть заполнены Неверующие не любили Когда восхваляли Аллаха Субхану ва Тааля Аллах в Коране говорит Субхану ва Тааля Неверующие грешники Когда говорили им Они проявляли высокомерие Также Аллах Субхану ва Тааля говорит Неверующие Когда только об Аллахе говорили Их сердца проявляли недовольствие Почему об Аллахе идет разговор Почему о нем идет речь А когда кого-то помимо Аллаха Поминали Они радовались А верующий человек Аллахи Когда слышит Аяты Кур'ана Когда слышит Хадис пророка Мухаммада Саллаху алейхи салям В каком-то маленьком Заседании Поминается Аллах Субхану ва Тааля Нету более любимой Аллахи для сердца Ничего кроме как Восхваление Аллаха Субхану ва Тааля Поэтому Аллах Субхану ва Тааля Нету сомнений То, что он наградит Верующих в судный день То, что он накажет Неверующих в судный день Кому-то Аллах Субхану ва Тааля Простит по своей милости Поэтому Мы должны с вами Верить в Аллаха Субхану ва Тааля Искренне Побольше делать благих дел И не любить В душе Сердцем грех Если вдруг человек согрешил Возвращаться к Аллаху Субхану ва Тааля Простить у него прощения И к нему С нами ваше возвращение Аقول